В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, не признанной центральными испанскими властями. По утверждению каталонского правительства, за отделение проголосовали 90% участников. И теперь начнется реальная процедура выхода из состава Испании. Можно считать, что конфликт между Каталонией и властями Испании – это типичный конфликт между региональными и центральными властями. Можно сказать, что в активную фазу этот конфликт уже вступил где-то в конце 2010 года. Дело в том, что Каталония является одним из богатейших регионов Испании. И около 20% всего бюджета Испании – это средства, которые перечисляет Каталония. В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Серьезно пострадали два человека. Одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника национальной полиции и гражданской гвардии. Применение насилия, применение силовых методов, в общем-то, сыграло скорее против центральных властей. Референдум в Каталонии, приведший к насилию автономной области, на несколько дней оказался в центре общественного внимания и в России. На Западе Кремля обвиняют в стимулировании каталонского сепаратизма, пытающегося расколоть Испанию. По словам официального представителя МИД Российской Федерации, развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства. Вопреки желанию центра, референдум был все-таки проведен. Но мы видим, в общем-то, что сейчас невозможно говорить о том, что полностью этот референдум являлся как действительным. То есть, в первую очередь, почему? Потому что есть запрет центральных властей. Если позволить каталонцам объявить независимость, возникает огромная угроза существования Испании. Как государство на выход соберется страна Басков, за ним Валенсия, Галисия, Андалусия, Астурия – те, у кого были свои короли. Компании, которые являются испанскими и Каталония для них является, в общем-то, рынком сбыта, они тоже, скорее всего, уйдут с этого рынка. И это опять грозит безработице и грозит, в общем-то, экономическим коллапсом для Каталонии. Глава Каталонии готовится сделать заявление о независимости. Ровно через две недели такой же референдум о такой же независимости обещают привезти в Венето. Венецианские активисты уверяют, что готовы пройти весь путь до конца. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Леонардо Литьяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова